Здравствуйте. Сегодня поговорим от А до Я у Бородиксов. Просто спрашивают, просят, чтобы уже не кусками показывал, а рассказывал. Объяснил уже раз и навсегда, как я делаю. Самодельный, ну нет, не покупаю, не сенсас, не в АДЕ, в домашних условиях, ну неплохо работает, ни разу себя не подвел, ни разу не подвел меня. Я беру просто килограмм сухой кукурузы. Сухая кукуруза. В кастрюлю заливаю полтора-два литра воды. Высыпаю туда кукурузу. Засыпаю кукурузу. Ее нужно оставить от 12 до 24 часов. Потом эту воду нужно вслить и хорошенько промыть. Залить полтора-два литра воды. И варить минимум час. Чем больше вы варите, тем лучше получается арумиск. Вкусный, с кукурузным запахом, кукурузным ароматом. Очень сильный кукурузный вкус. Чем больше варите, тем больше он у вас будет сочнее. Вот готовый арумиск. Здесь литр жидкости и килограмм сахара. На каждый литр жидкости идет килограмм сахара. Если... Да, что я забыл сказать. Вы, например, отварили. Полтора-два часа он у вас варится. Не надо оставлять, чтобы настаивался. Нужно сразу же отделить жидкость от кукурузы. И эту жидкость поставить кипятиться. Она кипятится, закипела. И туда на каждый литр килограмм сахара. Помешивая ложкой, довести до полного растворения. На каждый литр жидкости полторы чайные ложки соли. Потом, если вы хотите сделать чистый аромикс, например, ванильный, вы на каждый литр горячего аромикса засыпаете пачечку сухой корицы. Молотый. И два. Две ампулы доктор Эдкер. У вас получится запах ваниль и корицы. Если вы хотите делать чистый аромикс одного аромата. Я так не делаю. Я делаю чистый аромикс отдельно. А аромат я перед рыбалкой. На то, что я иду, то я и делаю. Я покажу. Здесь у меня чистый аромикс. То есть, отваренный сахар. Я еще не добавил глицерина совершенно сюда. Здесь литр воды и килограмм сахара. Это чистый глицерин. Сюда уже всего лишь 4 столовые ложки глицерина. Смотрите, как он тянется. Получился просто вкусный кукурузный напиток. Дальше. Как я его готовлю. Ну вот такая бутылочка. Вообще это бутылочки из-под спирта. Я их покупаю в аптеках. Они их там выбрасывают. Мне ими удобно пользоваться. Здесь вот по это 100 грамм. Полная бутылочка 150 грамм. Вот, входит жидкость. Я заливаю сюда. Я заливаю сюда почти полную аромикс. Дальше я беру чектоник. Это аминокислоты. Каждый килограмм прикормки я использую от 10 до 15 миллилитров. Я опустил 10 миллилитров. Далее. Вот у меня получился уже с аминокислотами. Готовый чектоник и аминокислоты и аромикс. То есть это уже готовый. Я хочу еще ароматизировать. Я беру ароматизатор. Этого ароматизатора мне нужен на 1 килограмм прикормки 1 кубик. Это готовый аромикс на 1 килограмм прикормки. На 1 килограмм прикормки. Он сладкий, с аминокислотами, вкусный, с вкусом кукурузы и запахом кукурузы. И запахом клубники. На килограмм прикормки я использую вот ведерко. Здесь полулитра. Я заливаю жидкость. Бетаин. Чайная ложечка бетаина. 400 грамм воды. Все. Аромикс со всеми нужными добавками для прикормки готов. То есть, вот эта жидкость готовая. Ее пол-литра идет на килограмм прикормки. Ароматизированная. Со всеми-всеми добавками для меня. Какие только можно. Улучшит вашу прикормку. Придаст ей вкус, аромат. Все добавки, которые и бетаин, и аминокислоты. То есть, даже самая простая прикормка, самая простая на основе сухарей будет работать дня. Вы, естественно, можете менять ароматизаторы дня. Делать с этим аромиксом все, что вы хотите. Но вы можете из всех подручных средств приготовить очень хорошую добавку для вашей прикормки. И получить хорошую отдачу на рыбалке. Шоя, спасибо. До свидания.